Решением суда по иску мэрии эти объекты должны были быть демонтированы еще в прошлом году, но ларьки с курортными товарами и мини-шашлычное продолжали работать. Распоряжение о сносе этих объектов было подписано главой города 7 августа. Собственники торговых павильонов поставили подписи в уведомлениях. Тем не менее, многочисленные предупреждения о необходимости самостоятельного сноса предпринимателями игнорировались. Но час икс настал, и, как обычно, в неподходящее время пришлось экстренно вывозить товар и оборудование. Мы выходили к людям и обращались к ним для того, чтобы они сами провели демонтаж. Во-первых, это будет наименее затратно и для них, и, соответственно, не нужно будет привлекать какие-то специальные силы, что мы делаем сегодня. Люди, как и правило, думают, что все это закончится разговорами, ничего в исполнении не приведется, но мы видим обратное. Причина демонтажа объектов – их размещение в санитарно-защитной зоне. В 100 метрах от павильонов находится ЖД-магистраль и вагонное депо. Особые нарекания со стороны мэрии были к собственнику шашлычной. Мы проводили работы по изъятию алкогольной продукции. Алкогольная продукция домашней выработки не имеет никаких норм, ни правил, не соблюдаются никакие правила при изготовлении этой продукции. Естественно, там антисанитария полная, потому что никто не следит за этим. Люди все делают на собственном усмотрении. Поэтому там, конечно же, куча нарушений. Борьба с самоволками – одно из приоритетных направлений работы администрации Сочи. За последнее время подано 116 языковых заявлений, что уже на треть меньше построенных самовольных объектов, чем в прошлом году. Наиболее распространенные нарушения – попытки застройщиков превысить допустимую этажность домов или их площадь. Зачастую демонтаж производится не за счет собственников, а силами мэрии с привлечением подрядных организаций, с последующим взысканием затрат с виновника. Так же произошло и в случае с этими объектами. По такому же сценарию силами мэрии в июне были демонтированы 18 торговых павильонов по улице Ленина и три самовольно возведенных точки общепита у пляжа Чайка. В ближайшее время будут снесены еще 12 торговых объектов по улице Цемлянская. Сейчас проходит процедура уведомления собственников.